Свистать всех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров. С вами сегодня в эфире Александр Петров и у нас на носу 12 сезон ранговых боев. Именно сегодня об этом мы будем говорить и прикидывать, какая техника лучше всего зайдет в эти будущие ранги и к чему стоит готовиться. Ну и, конечно, давайте сейчас немножко обсудим сам по себе сезон и что нас ждет, что будет новенького, что будет старенького и так далее и тому подобное. Первое скажу, что слав те лапти разработчики все-таки признали, видимо, неудачным предыдущий ранговый сезон, который был в психоделическом режиме гонка вооружений. И этот ранговый сезон пройдет, видимо, в нормальном режиме, если ничего, конечно, не поменяется до выхода. В общем, с самих рангов тут ничего нельзя знать, ни в чем нельзя быть уверенным, поэтому, друзья, всякое может быть. Но надеюсь, что это будет нормальный ранговый сезон в плане хотя бы правил. Не надо будет брать никакие там усиления, улучшения и делать там себе какие-то мистические корабли с незаметностью 4 километра. Все будет предсказуемо и достаточно комфортно по игре. Ну, по крайней мере, пока речь не зайдет про авианосцы. Сезон будет проходить с 30 мая по 25 июня. Кстати, достаточно небольшой ранговый сезон по времени. Меньше месяца даже получается это у нас. И, конечно, я не знаю. Ну, с другой стороны, как-то это, возможно, подсоединет людей действовать более динамично и быстрее брать первый ранг. Рангов у нас будет 18. Несгораемых 5 штук. 12-й и последний. Здесь все вроде бы абсолютно то же самое. Ничего нового. По регламенту 7 на 7. Десятые уровни. И самое важное то, что будут в этом сезоне принимать участие авианосцы. Именно об этом мы с вами сейчас поговорим чуть более предметно, друзья. Что касается карт. Север, море надежды, слезы пустыни, осколки, контрудар и Греция. Новая карта, которая нам скоро предстоит тоже познакомиться поближе в ранговом сезоне. Ну и, я думаю, в обычном рандоме тоже наверняка она будет попадаться. Что касается наград. Вы получите, по-моему, до 5,5 тысяч стали. Сейчас где-то здесь можно будет почитать. Это я видел. Да, 5,5 тысяч стали и одна медяшка, на которой можно будет купить какой-нибудь камуфляж в Адмиралтействе. Вот. Помимо всего, получите памятный флаг, сигнальные флажочки и камуфляжи с дублонами. За первый ранг получаете 50 комо, 2,5 тысячи дублонов, 5 сигналов гидра, 1000 стали, 1 медь и достижение веселой Роджер. В этот раз будет давать достижение, видимо, а не флажок. Почему так? Ну, честно говоря, почему бы и нет. Ну, в общем, это все нормально, это все замечательно. Я очень даже прям доволен этой ситуацией. Кроме вот именно проблемы с авианосцами. Дело в том, что, наверное, уже практически все знают, что авианосцы на нынешний момент практически без каких-либо проблем уничтожают эсминцы и не дают им играть в принципе. А вообще в ранговых боях очень этот класс кораблей обычно распространен и фановый, и интересный. По крайней мере, вот я особо не играл в девятом сезоне, но немножко покидал там торпедки на блэке и получил огромное удовольствие. Сейчас же при наличии авиков, как вы понимаете, в общем, у эсминцев будут очень и очень большие проблемы. Да, поменяли здесь у пикирующих бомбардировщиков сам по себе эллипс сброса бомб и высоту. То есть дольше будут бомбы лететь до цели. Но это, с одной стороны, конечно, эсминцев как-то немножко спасет. Ну, а что сделать эсминец от штурмовиков того же Удейшеса или же, не дай бог, Мидвея, если они попадут по вашему кораблю? Да, в принципе, ничего не сделают. И здесь будет это очень большой проблемой. Но, опять же, возможно, разработчики что-то изменят в механике авианосцев до того момента, как они выйдут уже в 0.84. А ранговые бои начинаются именно в 0.84. 30 мая патч где-то будет, вроде, по-моему, то ли 26-го, то ли 29-го, не помню. Ну, то есть спустя какое-то время после уже патча. Вот, посмотрим. Возможно, нет пока анонса никакого про авианосцы, будут ли какие-то еще дополнительные изменения. Пока что, конечно, все это выглядит достаточно печально, честно говоря. Вот, но, безусловно, надо что-то делать, надо как-то доводить авики до ума и пытаться все-таки ввести их в игру и в соревновательных режимах. Кстати, вот в турнире авики достаточно неплохо смотрелись и сказать, что прямо они так уж прямо перегибали, я бы этого не сказал. Но, с другой стороны, я бы не сказал, что там было большое количество эсминцев в турнире. Именно были в основном крейсеры и линкоры, а эсминцев большое количество, редко кто брал. Там один-два эсминца на команду обычно максимум. Ну, боюсь, что в новом ранговом сезоне нас ждет это. Кстати, если авики немножко вам поднадоели, обратите внимание на World of Warships для плойек и Xbox'ов. World of Warships Legends. И я вот тут, погуливая по просторам интернета, нашел очень интересный канал. Молодой человек, ну как молодой начинающий ютубер, делает видосы именно по World of Warships Legends. А я вам напомню, что в этой игре нет у нас авианосцев. Вот, и поэтому здесь можно немножко вздохнуть спокойно. Если любишь World of Warships, зайди обязательно посмотри и подпишись на канал Гриби и Веслом. Ссылочка будет внизу в описании. Напомню, это корабли для PlayStation и Xbox. Кстати, по графону я бы сказал, даже поинтереснее, чем корабли на ПК. Вот. Ну что, давайте еще вот о чем упомянем. Дело в том, что сейчас в рангах будут даваться корабли на прокат. Так же, как для клановых боев выдаются десятки на прокат. И для рангов тоже будут выдаваться Шмакадзе, Ерин, Грозовой, Москва, Цау, Гинденбург, Монтана, Конквер, Римат и Гроссер, Кюрферст. Я вот не знаю сразу ли все будут они даваться одновременно. Честно говоря, пока здесь не очень понятно. Вот. Возможно, возможно, и все сразу вместе их выдадут. Вы сможете выбирать, на чем именно вы хотите прокатиться, если у вас нету какого-либо из этих кораблей. Итак, идем в клиент и рассматриваем, что же здесь будет полезно, интересно для нового рангового сезона. Лично по моему мнению, друзья, я ни в коей мере не призываю вас принимать мое мнение за истину. Безусловно, играть вам. И я лишь могу давать какие-то там советы и свои размышления относительно того, что зайдет, на мой взгляд, именно в этом сезоне. Ну, а вы, кстати, совершенно свободны в комментариях под этим видео писать, на чем уже вы будете проходить, если будете играть. И будете ли играть, в принципе, интересен вам приз 5500 стали. Или же нет, играть не будете. Итак, друзья, в первую очередь, как это ни печально, три авианосца будут, на мой взгляд, душить рандом своими самолетами. Это Audacious, Midway и Hakuryu. Все три из них достойны и интересны для, в общем, именно для рангов. Midway и Audacious, они, в общем, более-менее похожи в плане нанесения урона. Здесь мощные штурмы, здесь мощные бомбардировщики, ну и торпедоносцы постольку, поскольку проще попадать бомбами, наверное, мне кажется, немножко на Audacious, потому что там все-таки их больше падает. Но на Midway бомба мощнее и по капитальным кораблям кидать их проще. Что касается Hakuryu, он немножко хуже именно в нанесении урона по эсминцам, потому что штурмы здесь послабее. Но зато урон от Hakuryu практически не отхиливается, потому что здесь бронебойные бомбы установлены на самолетах, ну, космолетах в данном случае. Вот. Это, друзья, для тех, кто будет спрашивать, камуфляж космический, который на 1 апреля выдавался. Вот. И торпеды тоже не отхиливается практически урон. 10% всего от этих, от этого дамага можно отхилить. Но Hakuryu все-таки немножко более специфичен и сложен в игре, нежели чем Midway и Audacious. Ну, тем, кто сможет, я думаю, что тоже вполне себе мы увидим этот авианосец в рандомах. Единственное, что достаточно все-таки сложно докачаться до вот этих вот топовых авиков в нынешних условиях. Но опытные авиководы, я думаю, что уже намазали, намаслили свои авики и готовы нагибать, друзья, рандом. Давайте теперь посмотрим на эсминцы. Эсминцев 10 уровня. Огромное просто количество у нас здесь. И в первую очередь самыми интересными будут, безусловно, Грозовой, который сможет отбиваться от авианосцев. Ну, и, конечно, Геринг, который достаточно универсален и в плане ПВО, и торпеды, и ГК, и все остальное. Что касается других эсминцев, вот если не рассматривать вопрос с авианосцами, то есть если авианосец не попадается вам в бою, то здесь вы можете брать и Шимакадзе с самыми разными торпедами. Можете брать и 12-шки там, можете брать и ускоренные 12-шки, да и, в общем, 8 километров можно пробовать брать. Самые разные варианты у вас в доступе. Можете пробовать. Харугума не посоветовал бы, потому что эсминец все-таки не очень подвижный, и имеет проблемы с перестрелкой в ближнем бою, а все-таки эсминцы, скорее всего, будут воевать именно с другими эсминцами за контроль над точками. Хабаровск замечательно себя чувствует в любых условиях, даже против авианосцев, успешно уходит на хорошей скорости от них, и другие эсминцы спокойно побеждают. Единственный вопрос в засвете, но при наличии авианосца со светом проблем особо не будет, так что Хабаровск может себя чувствовать достаточно уверенно. Что касается Ц-52 и Деринга, это корабли оба схожие по задачам. Контроль точек, перехват. Оба корабля будут чувствовать себя недурно, если не будет авианосца. При наличии авиаки это просто корм для штурмовиков и бомбардировщиков. То же самое, в принципе, можно сказать и о Юянге. У него ПВО не такое, как у Бенсона, ну у Бенсона, прошу прощения, у Геринга. Поэтому, как бы, исходя из этих соображений, тоже на нем воевать будет достаточно сложно. К тому же корабль был прилично занерфлен в одном из патчей. Жаль, Юянг был, конечно, хорош, но сейчас он уже не такой классный. Что касается крейсеров. На 10 уровне большое количество крейсеров, которые хорошо играются, комфортно. И есть Хилка, в отличие, скажем, от 8 уровней, крейсера здесь достаточно живучие. Поэтому тоже здесь много вариантов. Безусловно, Дэмойн Салем. Это корабли, которые будут вставлять основы любых, в общем-то, звеньй. И они чудесно как поддержка работают, и как засвет по эсминцам. Да и ПВО, в общем, не более-менее есть в нынешних условиях. Раньше, конечно, он был гораздо лучше. Но сейчас мы имеем то, что имеем. Вот, эти корабли, я думаю, будут отлично себя чувствовать. Вустер при определенных условиях тоже будет весьма играбелен. В умелых руках он будет достаточно опасен. Зао, на мой взгляд, корабль не слишком хорош для соревновательных режимов. Что, в общем, доказывает то, что его не часто берут на турниры. Но за неимением чего-либо другого он вполне себе тоже сгодится. Москва. Это корабль тоже опорный, полу-линкор с хорошими пушками. Безусловно, эти корабли тоже будут часто у нас встречаться. Ну и, конечно же, великолепный Сталинград. Я думаю, что лично я на нем пару боев абсолютно точно сыграю. Корабль очень достойный, интересный, мощный и вообще по своим характеристикам замечательный. Что касается Минотавра, опять же, корабль хорош. Но здесь должна быть совокупность факторов, которая даст ему хорошо себя раскрыть. Поэтому я думаю, что большого количества Минотавров прям за силе вряд ли стоит ожидать. Но, безусловно, они будут. И Айвикам они тоже дадут просто, ну, как бы сказать, в общем, неприятностей. Я думаю, дадут вот такие дела. Ну и Анри Четвертый тоже бессменный посетитель клановых боев с замечательными фугасами. И вообще, кстати, мне кажется, что этот сезон будет похож немножко, наверное, на клановые бои. В плане того, что частенько будут перестрелки с дальних дистанций. И Анри для этого отлично подходит. И для сжигания кораблей, и для пробития там палуб и так далее и тому подобное. Может перестрелиться даже с линкорами. Потому что бронирование, в принципе, на дальних расстояниях достаточно для того, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно. Ну и хорошую скорость тоже никто здесь этого не отменял. В общем, могу сказать, что Дзао и, наверное, Минотавр не самые такие частые и полезные. Ну, как нет, будут частыми, вот, по крайней мере, точно Дзао, но не самые полезные крейсеры. А все остальные, я думаю, что очень будут даже неплохо себя чувствовать в нынешних условиях. Так, ну и что касается линкоров, здесь у нас выбор не такой большой. Ямато, безусловно, я думаю, это будет просто топ-1 всех рангов. Потому что Мусаша на девятком, девятом уровне тоже очень хорошо себя чувствовал. Было, по-моему, топовый линкор по количеству, которое убрали в рандом, в ранге, прошу прощения. Вот, я думаю, что Ямато тоже будет, ну, по крайней мере, если не топ-топ-1, то будет делить свое место, наверное, с Монтаной, скорее всего. Потому что Монтан тоже будет достаточно много, корабль комфортный и по стрельбе, и по динамике. Ну, а вот что касается Корфюрста, он, наверное, будет все-таки реже встречаться, потому что для соревновательного режима, ну, наверное, он немножко меньше подходит, чем для рандома. Конквереры и Республика, я думаю, будут встречаться тоже в равных примерно пропорциях. Репа сама по себе хороша, но не так часто она и гуляет по ранговым, я думаю, боям. И то же самое можно сказать про коня. Корабли могут появляться, но не думаю, что прямо уж настолько вот они суперпопулярны будут. Вот. Поэтому, друзья, давайте подведем итоги. Выберем несколько кораблей, топ, скажем, топ-4 моих кораблей для ранговых боев. Если выбирать среди авианосцев, наверное, это будет все-таки Audacious, он немножко проще в управлении и бомболении всего, чего только можно. Я думаю, что Audacious будет более комфортен лично вот для меня, чем Midway, если бы я на нем играл. А я не буду. Ха-ха! Ну, может быть, пару боев, конечно, сыграю. Вот. Что касается линкоров, это, безусловно, Ямато. Замечательный корабль с хорошими пушками и с модификацией на точность. Он вообще будет очень-очень сурово карать все, что происходит вокруг. Если брать крейсер, то это, безусловно, будет Сталинград. Кстати, не рассказал еще, что есть Бургонь на 10 уровне. Ну, я не сказал бы, что это прям такой, знаете, овер-повер-корабль, который часто вы встретите. И, к тому же, он все-таки засталь, и не у каждого далеко он есть в наличии. Ну, безусловно, какое-то количество Бурганей вы, наверное, встретите. Но ничего особенного она собой не представляет, поэтому бояться ее не стоит. Вот. Здесь Сталинград. И, может быть, Салем, может быть, попробую немножко на нем повоевать. Но, безусловно, Сталинград, конечно, из крейсеров. Это прям топ-топ-топ. Ну, и эсминцы, в зависимости от ситуации, я уж не знаю, как там повернется с авианосцами. Но, если все более-менее будет нормально, то на Геринге, скорее всего, обязательно попробую покататься. И, может быть, немножко тоже на Грозовом. А уж, если со всем с авиками все будет хорошо, то, наверное, это будет Деринг. В общем, такие дела, друзья. Вот мой топ. Жду ваших сообщений на эту тему. Пишите, пожалуйста, на чем же вы будете играть. Туре с вами и поставьте лайк, подпишитесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok